Hello everyone, and today our theme is subject and object pronouns and question words. Здравствуйте все! Сегодня наша тема субъектные и объектные местоимения и вопросительные слова. Open your pupils' books on page 48. Откройте свои книжки на страничке 48. Exercise 1. Упражнение 1. Окей, look at the table. Смотрите на эту таблицу. Здесь в нами написаны subject pronouns and object pronouns. Итак, это называется личными местоимениями. Личные местоимения бывают субъектные – subject pronouns и объектные – object pronouns. Субъектные выступают в роли подлежащего в предложении и отвечают на вопросы «кто? что?». Объектные же местоимения выступают дополнением и отвечают на вопросы подежей, то есть «кого? чего? кому? чему? о ком? о чем?» и так далее. Итак, личные местоимения субъектные – I – я, you – ты, he – он, she – она, it – оно, we – мы, you – вы во множественном числе, they – они. Это у нас субъектные местоимения, которые отвечают на вопросы «кто? что?». Далее, объектные местоимения, которые отвечают на вопросы подежей. Мы – мне, you – тебе, him – ему, о нем, her – ей, о ней, it – о нем, о ней, мы их употребляем, когда мы говорим о неодушевленных предметах, а также животных. Итак, look at the picture, посмотрим на картинку, listen, послушайте. I'm in Spain in this photo, look at me! Итак, мальчик со светлыми волосами показывает своему другу свое фото, сделанное, когда он был в Испании. I'm in Spain, я в Испании на этом фото, look at me, посмотри на меня. I – это subject, pronoun – субъектное, а me – это object, pronoun – объектное. You are funny in this photo, look at you! Ты очень смешной на этом фото, посмотри на себя. В данном случае, хоть здесь написано слово you, и, в принципе, оно переводится как тебя, тебе, но когда мы это предложение переводим на русский язык, мы его переводим как посмотри на себя. Здесь он во втором классе на этом фото, посмотри на него. She is in her science class in this photo, look at her. Здесь она на уроке науки, на этом фото, посмотри на нее. В британских и американских школах есть такой учебный предмет, который называется science. В этот предмет входят три предмета, которые в наших школах изучаются раздельно. Это биология, физика и химия. В английских и в американских школах все эти три предмета объединены в один, и этот предмет называется science – наука. It's a very tall building, look at it! Это очень большое, высокое здание, посмотри на него. We're in the museum in this photo, look at us. Мы в музее на этом фото, посмотри на нас. Вы очень забавные на этом фото, посмотрите на себя. They are in the history class in this photo, look at them. Они здесь на уроке истории, на этом фото, посмотри на них. Okay, let's play game. Давайте немножко поиграем на наше местоимение. Paul is my best friend. Paul – мой самый лучший друг. I like very much. Я люблю его очень сильно. Ну, нам нужно найти слово, которое обозначало его из этих трех человечек. И это слово him. Джим и Тим – близнецы, им уже 15 лет. Для того, чтобы сказать им, уже подходит слово they. They are 15 лет. Далее. Look at Liam and me. Посмотри на Liam и на меня. 12 years old. Здесь нам 12 лет. Подходит из трех слов слово we. How old are Bill and Sue? Сколько лет Биллу и Sue? Are 18. Им 18. Из трех человечеков подходит слово they. Her twin sister looks exactly like ее сестра-близнец. Выглядит точно так же, как и... Ты из Испании? Ты из Испании? Вы. Are you? Здесь умноженное число. Вы из Испании? Да, мы из Испании. Мы. Из этих трех человечеков слово мы – это человечек со словом we. My name is Helen. Меня зовут Helen. British. M. Я являюсь британкой. Я. Но я – это, конечно, все мы знаем. Это слово I. 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 Look at where in ye nine. Посмотри на них. Они здесь в девятом классе. Это, видимо, речь идет о какой-то фотографии, где изображены ученики, которые учатся в девятом классе. Посмотри на них. На них. Итак, это слово them. Look at – посмотри на – he is a teacher. Он – учитель. Посмотри на него. Он – учитель. Него. Look at him. Who are – кто это? My schoolmates. Мои одноклассники. Who are – кто они? Они – это слово they. Okay. Now let's read and translate question words. Давайте теперь с вами прочитаем и переведем вопросы. Итак, слова – вопросы. We use who to ask about people. Мы используем слово who – кто, когда мы спрашиваем что-либо о людях. Who is she? Кто она? This is my friend Mayra. Это моя подруга Mayra. We use what to ask about objects. Мы используем слово что, когда мы спрашиваем о каких-либо объектах. What's this? Что это? It's a book. Это книга. We use where to ask about places. Мы используем слово where, когда мы говорим о местах, то есть о местоположении. Where is John? Где Джон? He is at school. Он находится в школе. We use how old to ask about age. Мы спрашиваем, сколько лет, когда мы хотим узнать возраст. How old are you? Сколько тебе лет? I'm 12 years old. Мне 12. We use when to ask about time. Мы используем слово когда, когда мы говорим о времени. When is your party? Когда твоя вечеринка? On Saturday. В субботу. Обратите внимание, вот этот апостров и буква S – это не множественное число и не притяжательный падеж. Это сокращение от глагола is. When is your party? Когда твоя вечеринка? We use what kind of to ask about description or type. Мы используем какого вида, какого сорта, что именно, когда мы спрашиваем об описании, типе и так далее. What kind of job does your mom do? Какую именно работу выполняет твоя мама? She is a teacher. Она – учительница. Коррекс. Продолжение следует...